Совсем недавно профильные сайты и форумы по артиллерии взбудоражили несколько фотографий нового американского проекта сверхдельнобойной пушки SLRC, Strategic Long Range Cannon, с заявленной дальностью в 1000 морских миль или 1600 километров. Предполагается, что перспективный артиллерийский комплекс можно будет использовать для борьбы с крупными кораблями и важными целями на территории вероятного противника. Первые испытания орудия планируются в 2023 году, а пока разработчики не делают особых заявлений. В своем видео я бы хотел обсудить возможные перспективы данной установки. Господа, а вы тем временем не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. А мы начнем, пожалуй, с истории. Проекты дальнобойных и сверхдельнобойных пушек в артиллерийском деле появлялись завидной периодичностью. Из самых интересных воплощений сверхдельнобойных артиллерийских установок, на мой взгляд, можно выделить три единицы. Это суперпушка Дора, парижская пушка и проект Фау-3. Первые две более известны широкой публике, а вот о третьем проекте мало кто знает. Рассмотрим вкратце все три. Итак, первый по списку дальнобойный артиллерийский комплекс Дора. История его началась в 1936 году при посещении Гитлером заводов фирмы Круп. Он потребовал от руководства компании немедленно спроектировать сверхмощное орудие, которое могло бы уничтожить французскую линию Можино и бельгийские пограничные форты. В итоге была создана гигантская артиллерийская установка на специальной железнодорожной платформе. Дальнобойность орудия в 39 километров по нынешним меркам не впечатляет, но не стоит забывать о калибре 807 миллиметров. О ходе работ по созданию пушки докладывали непосредственно Гитлеру. Однако линию Можино и бельгийские форты немцы захватили в мае-июне 1940 года без помощи Доры. В феврале 1942 года, после неудачи первого штурма Севастополя, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер приказал отправить Дору в Крым и передать в распоряжение командующего 11-й армией для усиления осадной артиллерии. Но в целом применение Доры там не дало тех результатов, на которые рассчитывало командование. Так, в Севастополе было зафиксировано лишь одно удачное попадание, вызвавшее взрыв советского склада боеприпасов, находившегося на глубине 27 метров. В остальных же случаях снаряд пушки, проникая в грунт, пробивал круглый канал и коплеобразную глубинную воронку от разрыва. Оборонительные же сооружения могли быть повреждены только при условии прямого попадания. Пушка наносила скорее психологический, нежели материальный ущерб противнику. Парижская пушка также была очень амбициозным проектом своего времени. Это детище фирмы Круп, разработанное в конце Первой мировой войны, являлось одним из самых длинноствольных орудий за всю историю. Данных о ней немного, так как немцы успели уничтожить большую часть информации после окончания войны. Неизвестно даже количество произведенных экземпляров. Называются цифры от 1 до 3 единиц. Стволы для пушки производили из расточенных на заводе Крупа ствольных комплексов железнодорожной гаубицы 38 см SK L-45 MAX, более известной как длинный MAX. После расточки в них закреплялись специальные нарезные вставки, которые уменьшали калибр ствола с 380 мм до 210 мм. К стволу длинного MAX, имевшего 16-метровую длину, крепился 12-метровый гладкий ствол без нарезов. Общая длина такого составного ствола с камброй составляла 33 метра или 157 калибров, а вес 138 тонн. Ствол позволял специальному снаряду с заостренной головной частью достигать немыслимой тогда скорости в 1640 метров в секунду и дальнобойности в 130 км или 81 милю. Пушка могла вести огонь только по целям размером с крупный город, как например Париж, так как даже при самых точных расчетах всегда существовало значительное отклонение боеприпаса. Урон от попаданий 210-мм снарядов был небольшой, а эффект, как и в случае Доры, был скорее психологическим. V-3, известная также под кодовым именем насос высокого давления или HDP, представляла собой третье по счету орудие возмездия Гитлера и являлась по своей сути многокаморным артиллерийским орудием. Проектировал и воплотил его в жизнь главный инженер фирмы Рехлинг Август Кёндерс вместе со своей командой. Калибр орудия составлял всего 150 мм. Оно имело длину 124 метра и весило 76 тонн. Ствол комплекса представлял собой составную конструкцию из 32 секций по 4,48 метра каждая. Такая секция имела две расположенные по ходу ствола и под определенным углом к нему каморы с пороховым зарядом. Всего таких камор было 60 штук. В каждой паре камор при прохождении снаряда по каналу ствола поочередно воспоминялся заряд, соответственно все более разгоняя боеприпас до 1500-1600 метров в секунду. Планируемая дальность поражения целей составляла 165 километров. В орудии использовался специальный заостренный снаряд с оперением для стабилизации, так как сам ствол нарезов не имел. Орудия начали строить на французском побережье в подземной крепости Мимо-Эккес, но довести до конца проект не сумели. 6 июля 1944 года 617 эскадрилья королевских ВВС нанесла упреждающий удар по площадке бомбами проникающего действия Толлбой, одна из которых попала в открытую амбразуру. Установка была разрушена. Однако, по распоряжению Гитлера были изготовлены и опробованы орудия меньшего размера, известные как ЛРК-15Ф58 длиной 50 метров. Из них немцы обстреливали Люксембург, но заметного урона не нанесли. А теперь вернемся к американским новостям об орудии SLRC с дальностью в 1000 морских миль. Насколько известно из различных новостных источников, прототип орудия планируется испытать в 2023 году на полигоне Юма в Аризоне. Ни калибр, ни основные характеристики орудия пока неизвестны. Однако рисунок суперпушки и реактивного снаряда для нее был представлен на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event, прошедшей 20 февраля на Абердинском полигоне в штате Мэриленд. А совсем недавно он был слит в сеть. Как сообщает блок BMPD, в качестве боеприпаса будет использоваться высокоточный реактивный снаряд. Конструкция пушки отчасти напоминает 280-мм американскую пушку М-65, которая предназначалась для стрельбы ядерными снарядами на дальность до 36 километров. Расчет составит 8 человек на орудии. Пока пушка предназначена только для наземного использования, но есть планы по установке ее на корабли, хотя сейчас, вероятно, это невозможно. В армейском руководстве рассчитывают, что цена выстрела из данного орудия не должна превышать 400-500 тысяч долларов США. В результате получаем весьма затратное по технологиям дорогое орудие со сложными системами управления наведением орудия и управления снарядом. Из истории мы видели неэффективность сверхдальнобойных артиллерийских систем, так как обычно наносимый ими урон был минимальным, а эффект скорее психологическим. В данном случае мы можем получить такой же бесполезный проект, так как пока, исходя из описания, вырисовывается ракетная установка в виде артиллерийского орудия с дорогущим боеприпасом и системами наведения в нем, выдерживающими высокие нагрузки при выстреле. Однако, во всем этом есть несколько «но». Во-первых, это может быть перспективная замена ракетам малой дальности. Есть вероятность, что именно для обхода договора о ракетах малой и средней дальности и был создан такой проект. При этом, сейчас договор не действует, а значит в установке отпадает необходимость. Во-вторых, можно рассматривать данную артиллерийскую систему как демонстратор новейших технологий, что может дать шанс ученым и военным изучить возможности друг друга, а также потенциал военной промышленности и новых технологий. Вероятно, весь этот проект к созданию реальных орудий не приведет, но его наработки будут использоваться в дальнейшем в других проектах артиллерийских систем. Господа, если вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео.